Бакот – такой плавильный котел, в котором, по-моему, замечательно сосуществуют разные культуры, разные религии и разные взгляды на жизнь. А это уже музей современного искусства. Он был открыт в 2009 году. Уникальный дизайн музея, автором которого является известный художник Алтай Садыхзаде. Огромная экспозиция авангардных картин и скульптур. Частые выставки мастеров с мировым именем уже сделали его визитной карточкой столицы Азербайджана. Особое место занимают работы, созданные под влиянием бакинской специфики. Город и люди, какими их увидели местные художники. Но такими ночные улицы Баку еще не изображали. Это и действительно столица Азербайджана, а не Лондон. По проспектам города носятся лондонские кэбы. Теперь в Баку несколько тысяч таких такси. Пожалуй, самые удобные для пассажиров автомобили появились здесь всего чуть более полугода назад. Практически вытеснили участников и, в общем, стали визитной карточкой по кухне. Рамиз – водитель такси уже 15 лет. Ему достался первый бакинский кэб. За рулем этой машины как-то прокатился президент Азербайджана Ильхам Алиев. Говорят, главе государства понравился автомобиль. Рамиз теперь шутит, рассказывает туристам, мол, раньше кэб возил президента. На бортах почти всех кэбов в свете огней Баку – логотип музыкального конкурса Евровидения. Рядом слоган конкурса – «Light your fire» – вольный перевод на русский – «Жги». И Баку будет, что называется, зажигать. В этом мало кто сомневается. Город огней как-никак. Этот триумф в Германии Эльдара Касимова и Нигер Джамал стал началом нового проекта, который сразу же вышел за рамки музыкального конкурса. Победа дуэта «Эл энд Ники» сделала Азербайджан страной-хозяйкой Евровидения 2012. И конкурс сразу же стал национальной идеей. Баку и до начала подготовки к музыкальному форуму строился бешеными темпами. Но после победы они возросли в разы, хотя казалось, куда уж быстрее. Пиар-менеджер Евровидения в Азербайджане говорит, что для страны столь масштабное мероприятие – отличная возможность показать свои лучшие качества миру. Ведь такого рода культурное событие проходит впервые с момента обретения независимости. Мы хотим, чтобы для каждого посетителя города этот фестиваль остался на долгие годы в памяти. И в будущем, когда через 10 лет, 15 лет, когда люди вспоминали Евровидение, которое проводилось в Баку, они вспоминали это с улыбкой, с большим теплом. Для того, чтобы провести конкурс, в Баку реконструировали и построили десятки объектов. Но главный – это концертный зал «Кристалл Холл». Действительно, бриллиант Евровидения. Многогранный кристалл концертной площадки возвели всего за 8 месяцев. Сложнейший международный инженерный проект завершился успехом. Теперь это здание вмещает 25 тысяч человек. И здесь пройдет один из самых грандиозных и зрелищных финалов Евровидения. Здание возвели на месте причала старой военно-морской базы. По сути, властью били сразу двух зайцев, решили экологическую проблему, но не место военной базе в центре города. И нашли идеальную площадку для нового современного комплекса, который органично вписался в архитектурный стиль столицы и стал логичным продолжением площади государственного флага. Высота этого флагштока 162 метра. А флаг, что реет над городом, размером чуть меньше стандартного футбольного поля. И, конечно, здесь надеются, что в очередной раз такой флаг, ну, конечно, поменьше, будет в руках победителей конкурса Евровидения 2012. За 15 лет Рамис выучил все бакинские улицы. Карта ему не нужна. Но, говорит, строят так быстро, что облик знакомых проспектов меняется чуть ли не каждый месяц. Утром проезжаю, этого не было. Вечером смотрю, что-то появилось. И самому неожиданно. А я представляю тех, которых здесь минимум год. Вот девушка за рулем. Вообще изменения прекрасные. Я так думаю, через максимум год, когда... Сейчас сама так, да, красиво. А через год вообще, наверное, вы удивитесь еще больше. И вообще многие приезжают. А которые, наверное, первый раз приезжают. Вообще супер, как говорится. Алла из России учится в Азербайджанской дипломатической академии. Будущий магистр международных отношений. Проводит для нас экскурсию. А вот здесь мы обычно готовимся самостоятельно к занятиям. Это называется диван-рум. Потому что здесь, как вы видите, много диванов. И обычно студенты собираются в группы, проводят дискуссии, обсуждают занятия, работают над проектами. Привет, ребята, как дела? Хорошо, как все? Вы знаете проектирование экон-проекта? Да. Хорошо, хорошая счастья. В холле флаги государств, граждане которых получают образование здесь. Студенты из разных стран учатся и общаются между собой на английском. Это наша библиотека. Алла в России закончила педагогический университет. Успела даже поработать преподавателем. После стажировки в США решила получить второе образование и выбрала Баку. Я вижу себя работником некоммерческой организации, какой-то международной компании. Собственно, поэтому я поступила в эту академию. Наряду с получением образования здесь я также получаю знания об этом регионе. И большинство международных студентов, которые приезжают сюда, основная цель – это получить знания и стать экспертом о регионе. Когда ты можешь изучать все прямо на месте, и это, я считаю, что это имеет большой вес. Дип-академия открылась в 2006 году. Ректор вуза, бывший посол Азербайджана в США Хафиз Пашаев, говорит, несмотря на юный возраст, репутация академии стремится вверх, как новые небоскребы столицы. Уже началось строительство нового комплекса академии. Ректор показывает макет. Инновационная площадка, которая включает в себя и кампус, и аудитории, библиотеку и парк, появятся в ближайшее время. В Баку не терпят долгостроя. Почти две трети энергии, используемой в этом комплексе, будет идти из геотермального источника. На глубине 13-15 метров температура всегда постоянно где-то в районе 13 градусов. И вот эффект разницы используется зимой на нагревании помещений плюс 13 по сравнению с нулевой температурой. А летом эта разница используется на охлаждении этих помещений. Это очень интересная технология. И, конечно, в нашем случае, я вам скажу, что здесь пробурено уже 290 скважин. Каждый из них по 130 метров. И уже как бы все сделано, уже накрыто. И сверху вот этой площади планируется сделать озеро. То, что в Баку начинают использовать альтернативные источники энергии, несмотря на обилие традиционных углеводородных, событие знаковое. Хотя нефть остается важнейшим фактором экономики Азербайджана. Опережающими темпами развиваются отрасли высоких технологий. В текущем году доля ненефтяного сектора составит без малого 60% в структуре ВВП страны. А приток инвестиций все больше идет в масштабные инфраструктурные проекты. И вот еще один, на сегодняшний день, пожалуй, самый амбициозный. Во время первого нефтяного бума в конце 19 века на востоке Баку появился черный город. Промышленный район, где добывали, перерабатывали и хранили нефть. Посетивший его в 90-е годы 19 века, писатель Максим Горький потом с ужасом вспоминал землю. Всю залитую жирной нефтяной слизью, усыпанную обломками железа. Черных изнеможденных рабочих, чьи бараки были похожи на жилища доисторических людей. Вымазанных в нефти ребятишек, которые напоминали мрачную сказку о детях, кляну братьев-людоедов. В советское время, по мере роста азербайджанской столицы, так получилось, что из окраины черный город оказался в центре Баку. Более чем 200 гектаров за целый ветк загрязненной земли отнюдь не украшали город. И несколько лет назад руководство страны решило реализовать уникальный и технологически сложный проект по регенерации промзоны. Сделать черное белым. Этот действительно потрясающий проект после завершения строительства станет и домом, и местом работы для 50 тысяч человек. Фактически будет построен город в городе. 10 районов – это торговые центры, офисные здания, парки и бульвары. По оценкам экспертов, проект «Баку – Уайт-Сити» – это пример эффективного использования земель и современного, так называемого «зеленого» подхода к городской инфраструктуре и архитектуре. В рамках этого проекта с нынешних 4 километров достигнет 10 знаменитый Бакинский Приморский бульвар. Уже сейчас он выглядит вот так. А вот похожий на вычислительный центр объект. Серверные шкафы, компьютерная консоль, электродвигатели и насосы – это сердце главной достопримечательности Приморского бульвара – фонтана «Семь красавиц», расположенного на пути в Дома правительства. Итальянцы совместно с местными инженерами сделали действительно чудо. Фонтан «Семь красавиц» стал новым символом Баку, который сочетает стремление ввысь и пламенную страсть города больших огней. Продолжение следует...